КАК О, великий хан! Повелитель одной седьмой части Вселенной, Чьи двойники лишь жалкая тень его величия, Чей рейтинг попирает смысл, На чью вертикаль насажено все население страны. И кто вертит на этой вертикали само солнце! Засмущение, культ личности какой-то. Можно просто. Великий хан. В чем дело? Там большое гнездо прискакало Чингисхан Чингисханович, князь московского улуса. Здравствуй, великий хан, чье наше все попирает все наше. Дань привез. Какая дань? Смута зреет. Моровая язва, волатильность сырьевых рынков. В итоге падение дани во всех улусах. Помощи просят. У нас мы сами сидим в это тяжелое время, тяжело пируем. Проси что-то у нас, мародерство. Видал мы их, Нукеров, семь пядей в плечах, касаясь сажень в щеках. Люди говорят, мы дань платили, пусть хан дает защиту, крышу. Не путай дань и налоги. Э, крышу за бабки только мафия дает. А мы не мафия, мы орда. Может, иго чуток уменьшить? Что скажешь, москак? Ты ж у нас по эгономике главный. Можно уменьшить дань в два раза, но платить в три раза чаще. Сам со своими проблемами разбирайся. Хочешь набег на москово ученик? Нет, мне только плитку переложить. Нет такого слова. Надо говорить «перекласть». Или «перекрасть». А народу что переледать? Счета за свет, газ и воду. На словах скажи. Прискакал, орда закрыта. На переучет. Скажи, вообще не нашел. Мы, орда, народ кочевой, кочуем с должности на должность, кроме великого хана. Скажи, дань будет? Орда снова откроется. И смотри, чтоб не было, как с князьями в других улусах. Сегодня ты на пике славы, завтра просто на пике. За золотую орду! Засмущал князь. Скоро только серебряная будет. Золотая через тридцать лет. А там и бриллиантовые.